Привет, народ, как дела? Это Джей, я Джей, и сегодня поговорим об освещении в высоком ключе. На прошлой неделе я говорил о низком ключе, который создает драматическое настроение и напряжение. У меня тут на улице ливень, так что извините за шум. Ничего не могу с этим поделать, дождь не остановишь. О, сейчас вы должны слышать это. О, звук будет ужасный. Но что тут поделаешь? Посмотрим, что получится. Картинка в высоком ключе воспринимается счастливой и передает позитивные эмоции. Этот тип освещения широко используется в моде или блогерами. Это убедительно показывает красивую жизнь в их социальных сетях. Их цель выглядеть блистательными и счастливыми, будто они живут в облаках безо всяких забот. Все такие солнечные и яркие, будто в реальном мире. Не существует дождливых дней или контраста. И имел я такой позитивчик. Sorry. Если вы посмотрите на картинку в высоком ключе, вы, возможно, сразу заметите две вещи. Первая картинка действительно яркая. Да. Для светлых тонов вы должны выставить высокие значения экспозиции, но будьте осторожны, не пересветите кадр. Второе, что вы можете заметить в высоком ключе, это низкая контрастность. Кроме ярких тонов вы заметите равномерность цвета по всему кадру. Плюс работы в высоком ключе, что он не требует корректировки освещения для каждой сцены. Поэтому этап съемки занимает считанные часы, а не дни. Главный минус в том, что в высоком ключе нельзя добавить драматизма. Выделю при освещении какие-то части больше других. Высокобюджетные фильмы специально отошли от высокого ключа, используя освещение иначе, нежели традиционное трехточечное. Прикольно, что термин кино «высокий ключ» нашел гораздо более широкое применение. Это общая схема освещения, при которой используется заполняющий и фоновый свет. Это создает низкий контраст между светлыми и темными участками. Если вам понравилось, можете смело поделиться. И не забывайте подписываться и проверять ссылки в описании. И как говорит Арни, I'll be back через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам пока. Субтитры сделал DimaTorzok